В километре от госграницы режимная стройка. Газоизмерительная станция – конечная точка магистрального трубопровода «Сила Сибири». Вблизи Благовещенска возводят компрессорное и трансформаторное хозяйство, вспомогательные объекты. В технологическом корпусе идет монтаж оборудования. Чуть позже здесь установят главные элементы станции – восемь измерительных линий. Сейчас ультразвуковые устройства проходят калибровку в Голландии и Германии. Газоизмерительная станция – это громадный счетчик, через который будет вестись контроль каждого кубометра газа. Алгоритм прос топлива из Якутии сюда поступит по трубе «Сила Сибири». Но прежде чем его отправят на экспорт в Китай, газ прогонят через спецоборудование. Следить за всем будут и российские, и китайские специалисты. Магистральный газопровод «Сила Сибири» прокладывают в рамках восточной газовой программы. Это будет крупнейшая газотранспортная система на востоке страны. Эксплуатировать ее будут специалисты «Газпрома» с местной пропиской. В рамках программы в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке активно формируются новые центры газодобычи и единая система транспортировки газа. Они обеспечат поставки топлива потребителям этих регионов на долгосрочную перспективу, а также позволят организовать новый мощный канал экспорта российского метана в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. За месяц мы набрали 32 человека. До середины ноября 151 человек. Это абсолютно разные. И рабочие специальности, и ТР, и спецспециальности. То есть это все те специальности, которые требуются для обслуживания газопровода. В будущем амурчанам предстоит обслуживать и компрессорную станцию «Зейская-7А». Пока здесь круглосуточно трудятся полтысячи вахтовиков-строителей. Работы ведут с опережением графика. Каркасы и крыши уже имеются. Установлены пять агрегатов. Суммарная мощность станции составит 112 мегаватт. За нашей спиной находится, так сказать, сердце компрессной станции. Это и есть газоперекачивающий агрегат 32 «Ладога» мощностью 32 мегаватта. На данный момент в нашем газотранспортном предприятии это самый мощный из установленных агрегатов. Эта станция предпоследняя на транспортном пути. Именно здесь метану придадут нужное давление до границы с КНР. Первый кубометр российского газа пройдет по магистральной трубе в декабре 2019-го. Несомненно, что планы газовиков будут успешно осуществлены. Юлия Долгорук, Александр Васильев, Вести, Благовещенск.